Нередки случаи, когда цена предоставляемых жилищно-коммунальных услуг не соответствует их качествам. Это даже несмотря на то, что требования к управляющим организациям ужесточились в разы. С 1 мая хозяйственники должны работать строго в соответствии с полученной лицензией. В противном случае они ее могут просто лишиться. Но даже этот фактор коммунальщиков, похоже, не пугает, уверяет мой коллега Олег Хатанзейский. Дому 7 лет, только построенный дом. И вот такая вот, как говорится, даже слов нету. Слова скорее отсутствуют от отчаяния и бессилия. Алексей Игнатенко, житель рабочей 17-Б, больше не знает, куда идти и кому писать. Подвал строения превратился в канализационную помойку. Не выдержал септик. Управляющая компания стойка хранит молчание. Запах в этом подвале уж очень отвратительный. Люди говорят, аромат источных вод поднимается аж до последнего четвертого этажа в доме. Люди шутят, они подумывают о коллективной закупке противогазов. Этот дом содержит ненецкая управляющая компания. В недавнем прошлом обанкроченный базис-сервис. Хозяйственники о проблеме, которая превращает жизнь людей в кошмар, конечно же знают. Но ничего не предпринимают. Жильцы уже близки к нервному срыву. Это их проблемы, это не наши. При чем здесь наши проблемы? Жильцы вынуждены платить. Сейчас, 1 июля будем платить за жилищно-коммунальные. Еще больше. И еще больше дышать вот эту зловонию. Вот тут вот ребеночек маленький. Она жалуется, жалуется. И уже устала жаловаться. Понимаете? А просто, ну, отписками занимается и все. Коммунальный демарш затронул главного метеоролога Нринмара. В квартире Веры Волик последние два года наблюдаются незначительные осадки в виде дождя. Управляющая компания Нринмарстрой протечку пообещала устранить. Женщина сделала ремонт. После, как гром среди ясного неба, с потолка снова закапала. Вы мне крышу отремонтируйте. Я же плачу за содержание и хорошие деньги плачу. За что? Мне сейчас придется опять самой делать все это. Потому что нужно же отбить и не то, что просто так закрасить. Там вот скоро выпадет все. Еще печальнее обстоят дела с горячей водой. Уже шесть лет из кранов жителей Ваучейского 36 течет оранжевая струя. Роспотребнадзор подтвердил, вода плохого качества. Коммунальщикам сделали замечание. Необходимо заменить прогнивший накопительный резервуар. Даже через Роспотребнадзор уже направляли представителю президента бумаги, что прокуратура займется. Пока воск, как говорится, и ныне там. Вода в кране течет ржавая. Не кока-кола, не пепси-кола, но ржавая. Вопиющих примеров много. Это Тюмень. Жители аварийной пятиэтажки писали и жаловались управляющую компанию. Но без толку, когда аварийный дом рухнул, виновников, проявлявших годами чудовищную халатность, все-таки нашли. Правда, правоохранительные органы. Пока не обрушится, вот никто ничем не будет заниматься. Вот и все. С 1 мая чиновники решили заставить управляющие компании работать эффективно, а главное честно. И ввели так называемое лицензирование. Специальный допуск, без которого коммунальщики не имеют права обслуживать многоквартирные дома, получили только те, кто лично прошел аттестацию. В Наринмаре экзамен сдали все хозяйственники. Теперь они работают по новым правилам. В список обязанностей управляющей компании входит более 300 видов работ. Это не только уборка помещений, вывоз мусора, но еще и ежеквартальное обследование конструкции жилого дома. К примеру, если трещина появилась в стене или крыше, то управдом обязан собрать собственников и разработать вместе с ними совместный план действий. Но на деле реформа ЖКХ особых успехов пока не принесла. Управляющие организации, как и ранее, продолжают проявлять халатность и не выполнять предписания инспекций. Впрочем, специалисты обещают, теперь наказывать будут строго. Стоит два раза не справиться, например, не выполнить административные взыскания и лицензию больше не продлят. В случае, если набирается 15% таких по площади домов всего, которые исключены из лицензии, управляющая компания теряет лицензию вообще на управление домами. Самое главное лицензионное требование – это исполнение условий договора. Это обязательно необходимо рассчитываться с поставщиками ресурсов, если деньги идут через управляющую компанию. Для чего это сделано? Для того, чтобы управляющая компания не накапливала долги. Особенность лицензирования в том, что последнее слово всегда за жильцами. Они могут даже спасти компанию, пусть и с подмоченной репутацией. Но если же вы недовольны своим управдомом, то необходимо пожаловаться в жилищную инспекцию. И тогда порядок точно обеспечен. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.